всем большой привет добро пожаловать на мой канал меня зовут наталья и сегодня в этом видео я хотела бы рассказать о своем уходе за волосами я думаю что это будет интересно многим мои волосы от природы очень сложные они волнистые пористые они очень густые они на ощупь очень жесткие такие толстые волосы но мои волосы не окрашены это мой натуральный цвет на свою жизнь я перепробовала сотни средств но все-таки нашла свой эффективный уход о котором и сегодня хочу вам рассказать и также я заметила что за время данного ухода мои волосы начали расти примерно два раза быстрее возможно у кого подобные волосы мой ежедневный уход может подойти тоже данные средства которых я буду рассказывать их можно купить в обычных магазинах россии они доступны их не нужно как-то там заказывать итак перейдем к моим любимым средством первое из чего я хочу начать свой рассказ это очищение кожи головы для такой цели я использую шампуни я мою свои волосы примерно 2-3 раза в неделю и за каждую процедуру мытья волос я промываю свои волосы 2-3 раза каждое свое мытье волос я начинаю с шампуни о глубокой очистке волос для очищения кожи головы от кожного сала от загрязнения и от того чтобы удалить укладочные средства с волос далее при помывке волос я использую обычный шампунь иногда это сульфатный шампунь иногда бессульфатный сульфатный шампунь это вот такой вот мой любимый от оси это для сухих волос увлажняющий мне нравится данный шампунь что несмотря на вот такую маленькую упаковочку мне хватает достаточно долго потому что он очень концентрированный я считаю что этот шампунь является экономичным средством несмотря на то что он может стоить там 300 рублей 350 магазинах но зависимости от скидки также для обычной помывки волос я использую и бессульфатные шампуни мой любимый это вот от ogx иногда я использую с маслом какао иногда вот такой вот покупаю после него волосы очень мягкие гладкие и шелковистые нет очень нравится он стоит достаточно он стоит в районе 500 рублей но в принципе бессульфатный шампунь вы можете взять и какой-нибудь подешевле типа натуры сибирика он тоже хорошо работает но мне больше всего нравится вот этот то есть сочетание с шампунем глубокой очистки волос то есть я сначала мой вот этим шампунем а потом вот этим 2 3 раз промывая волосы и в таком случае он работает достаточно хорошо на волосах я знаю многие жалуются что именно бессульфатные шампуни плохо промывают волосы но я советую перед бессульфатным шампунем использовать все-таки какой-нибудь сульфатный либо шампунь глубокой очистки вот у меня вот такой вот от estelle essex princess мое наблюдение такой своеобразный мой лайфхак также вместе с этим я раз в неделю провожу процедуру глубокой очистки волос я использую шампунь глубокой очистки вот о котором я говорила ранее данным шампунем я мою голову три раза за одну процедуру помывки волос я беру такой стаканчик наливаю туда водички и потом наливаю туда вот этот шампунь размешиваю его и наношу на волосы то есть первый раз ему я просто наношу на волосы немного держу там может быть минут пять-десять потом смываю не размыливаю не трогаю даже кожу головой просто его наношу и смываю потом следующий второй раз я делаю то же самое то есть наливаю немного воды в емкость а потом добавляю этот шампунь и так это наношу на волосы но потом жду чуть-чуть времени может быть тоже минут пять и просто вот так вот размыливаю и уже касаюсь кожи головы и прям хорошенько так мылю этот шампунь а потом его смываем и в третий раз я повторяю ту же самую процедуру мой шампунь это от estelle princess essex но также такой же шампунь есть и в других марках они могут быть более дорогие но по моему самый дешевый это шампунь примерно такой же от капос также можете найти данные шампуни и в других более дорогих линейках но так как у меня очень густые волосы я предпочитаю использовать вот этот шампунь я заметила что данный шампунь хорошо очищает кожу головы от кожного сала и также от мертвых клеток также он хорошо очищает волосы по длине они даже визуально становятся светлее также я заметила что этот шампунь хорошо отшелушивает именно кожу головы и при применении данного шампуня я заметила что мне приходится реже мыть голову и моя голова меньше пачкается и меньше вот ощущает вот этот запах грязных волос я думаю вы понимаете о чем я говорю также я заметил что мои волосы после применения данного шампуня стали выглядеть более опрятно и даже когда они уже немножко жирнятся это это не выглядит прям как-то сильно ужасно мои волосы стали выглядеть более опрятно они стали более яркими живыми и также можно увидеть что они стали блестеть после данной процедуры я немножко подсушиваю волосы полотенцем и наношу вот такую вот сыворотку от elgon refibra я ее покупала на озон вот там можно купить прям целую такую упаковку данной упаковки 12 штучек мне такой ампулки хватает где-то на 2-3 раза у меня две ампулы уходит в месяц либо полторы данное средство имеет накопительный эффект то есть сначала на мои волосы нужно половину вот этого средства а потом где-то треть то есть данное средство нужно применять и где-то курсами в месяц но я его наношу где-то примерно раз в неделю моим волосам очень нравится вот это средство и эффект от него волосы очень гладкие живые такие увлажненные хочу посоветовать данное средство именно у тех у кого убитые волосы кого пересушенные волосы возможно у кого есть обесцвечивание волос то есть блонд для тех у кого блонд для пористых волос очень хорошо вот это средство средство из данной ампулы я наношу на мокрые волосы потом я их сушу и укладываю то есть я наношу на длину волос не затрагивая корни ну примерно вот отсюда при такой очистке волос применением шампуня глубокой очистки вот так вот раз в неделю я заметила что у меня усилился рост волос видимо хорошее очищение кожи головы тоже способствует росту волос при обычном мытье волос после того как я смыла шампунь я использую вот такой реконструктор от оси он тоже очень хорошо питает волосы увлажняет их кондиционирует то есть тоже хочу его посоветовать несмотря на то что может быть он стоит не так дешево он тоже стоит примерно в районе 300 рублей но иногда бывают скидки и он тоже достаточно густой и эффективный также как и шампунь не хочу его посоветовать тем кто хочет сэкономить на уходе за волосами после обычного мытья волос перед укладкой либо перед сушкой волос я наношу вот такую вот двухфазную сыворотку от капос она хорошо увлажняет волосы также она является термозащитой для волос и в зимний период она очень хорошо убирает статику от волос хочу вот ее посоветовать я покупаю ее много лет и также я заметила что это любимое средство у многих парикмахеров данное средство является достаточно бюджетным вот такой вот бутылек большой 10 500 миллилитров он стоит в районе 500 рублей и я хочу сказать что его хватает достаточно надолго это вот такой вот объем именно для парикмахеров и обычно и очень часто данная сыворотка просто раскуплена в парикмахерских магазинах что мне конечно расстраивает приходится за ней даже надо охотиться и также прям очень очень советую вот эту сыворотку именно в зимний период также эту сыворотку можно использовать просто она сухие волосы либо перед укладкой либо ну если вы чувствуете что ваши волосы как-то стали каким-то сухими либо электризуются после того как я уже сделала укладку своих волос и они уже полностью сухие я наношу вот такой вот сыворотку с кокосовым маслом на свои волосы также в этом средстве есть гидролизованный молочный протеин аминокислоты шелка и масло шим она также является бюджетным средств в данном средстве также присутствуют силиконы но я думаю что эти силиконы они предназначены именно более лучшего распределения именно масел по волосам это средство очень экономичное по моему я покупала с какой-то скидкой то ли за 250 рублей то ли также за 300 и это средство от от gx также и у него то есть у этого средства есть целая линейка называется как она от milk и мне также пробовала кондиционер и шампунь данной серии и он тоже очень хорошо влияет на волосы но примерно вот так же как вот этот это тоже хороший шампунь тоже его очень советую также данное средство дает блеск волосам увлажняет сухие кончики убирает пушистость волос и она очень экономично вот она у меня уже практически два года также в промежутках между мытьем волос я использую сухой шампунь мой любимый это батиста оригинал все знают как он выглядит я не буду показывать он хорошо избавляет именно вот от запаха который появляется на волосах убирает жирный блеск и продлевает более менее нормальный вид вашим волосам также данные шампунь придает немного объем у корней и не утяжеляет волосы дополнительно итак это были все мои любимые средства ухода за волосами для себя я выработал идеальную схему ухода за волосами которые сегодня рассказала также данный ход подойдет тем у кого сухие пересушенные волосы испорченные убитые данный ход поможет вам их немного восстановить придать им какой-то более-менее красивый вид ухоженный также данный уход может помочь волосам у которых была химическая завивка либо химическое выпрямление волос на этом я хочу закончить свое видео надеюсь эта информация была интересна и полезна для вас также я надеюсь что данное видео поможет тем у кого похожая проблема с волосами как у меня если вам было интересно данное видео поставьте лайк расскажите в комментариях какой вы используете уход для пористых и сухих волос мне будет это очень интересно если тематика моего канала вам интересно в принципе то подписывайтесь на мой канал а мы с вами увидимся следующих видео всем до новых встреч и всем пока пока